В 1941 году здесь существует стадион Динамо, конечно, старого, еще стадиона Динамо, формировались отряды добровольцев для того, чтобы помогать, защищать нашу страну от вторжения фашистских захватчиков. Кстати, 1 октября 1941 года, то есть совсем скоро, будет уже годовщина, как именно эти отряды получили название ОМСБО. Особая мотострелковая бригада особого назначения. ОМСБО, имя, которое навсегда связано с Динамо, с историей защиты нашей Родины и, конечно же, с историей спорта. На всем протяжении Великой Отечественной войны бригада достигала замечательных боевых успехов. И мы никогда не должны забывать об этом, всегда помнить, всегда передавать все самое героическое, лучшее нашему поколению. Особенно это относится к игранам, которые должны четко знать свою задачу. Здравствуйте, ОМСБО! Ура! Юрий Степанов, представитель Московского комитета ветеранов войны и представитель Совета ветеранов ОМСБО! Под ваши аплодисменты вернем мемориальную доску официально на стадион Динамо, на лучший стадион Москвы и посетить, не всяких сомнений. Здравствуйте! Мемориальная доска ветеранов ОМСБО на западной трибуне лучшего и самого исторического и главного стадиона Москвы. История Динамо, история спорта, история нашей страны. Да, мемориальная доска и эта историческая трибуна станут первым шагом для сохранения памяти о том подвиге, который был сделан нашими дедами. Спасибо всем еще раз большое и большая память нашим ветеранам. Спасибо! Огромное спасибо, Андрей Георгиевич Ерепелкин. Мы обязаны чтить память людей, защищавших нашу Родину, и чтобы эта память никогда не стерлась в наших сердцах и умах. Очень радует то, что здесь много присутствует молодежи. Это значит, что традиции Динамо сильнее. Сама идея ОМСБОНа, она принадлежит нашему разведчику Павлу Антоновичу Судоотпаду, который был нелегальной фашистской Германии. И, вероятно, международный опыт помог ему формировать эту идею о формировании специальных отрядов. Страна узнает имена героев политруха-поперника Комсомолки Космодемьянской, услышит фамилии Кузнецова, Медведева, Лягина, Младцова, Орлова, Гритнева, Усака, Кудрю. Но это будет потом. А первым будут спортсмены-динамовцы, которые были собраны здесь, на этом замечательном стадионе. Слово предоставляется Марина Викторовна Зимерова, руководитель научно-лекторской группы, старший научный сотрудник Центрального музея войск Национальной Квартии Российской Федерации. Марина, пожалуйста. Погода, конечно, сегодня ужасная, но мне хочется от лица нашего музея поздравить всех ветеранов с этим замечательным событием. Амсбон нес огромную лепту в победу над фашистами в битве за Москву. Парижик Тинамо, активист, сын, ветеран Амсбон. Все, Влад Алексеев, все, прошу. Я эту истину приемлю. Она прочнее, чем броня. Уходят павшие не в землю, к тебя уходят и меня. Они в тревогах не случайно живут в большом дыму ваны. В твоих мечтах, в твоих печали и общей славе всей страны. И вот эта доска, доска, посвященная Амсбону, она как раз олицетворяет общую славу всей страны. Потому что на этом стадионе в составе Амсбона пришли как спортсмены-динамовцы, так и ученики и преподаватели Института физкультуры, спортсмены других обществ Москвы и только Москвы, добровольцы, отечественные физкультоподготовки, воины-интернационалисты и даже иностранцы, которые хотели защищать наше Отечество от страшного врага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok